Ершик подошел к своему другу и сказал, слушай, у меня есть прекрасная новость. Друг заинтересованно спросил, что случилось. Ершик улыбнулся и ответил, меня наконец-то пригласили на свидание с Винником. На кухне дома зазвонил телефон. Хозяйка подошла к нему, взяла трубку и услышала женский голос. Здравствуйте, это магазин сантехники. У вас есть в наличии Вантус? Хозяйка ответила, да, конечно, у нас есть Вантус, но он уже давно вышел замуж и сейчас живет с ведром в соседнем шкафу. Швабра решила снять стресс и отправилась в бар. Заходит она, подходит к барной стойке и говорит бармену, дайте мне коктейль, пожалуйста. Бармен, удивленно посмотрев на нее, спрашивает, извините, а зачем швабре коктейль? Швабра, улыбаясь, отвечает, ну, я решила сегодня покачать свои шейки вместо мытья пола. Двое друзей прогуливались по саду и разговаривали о странных вещах. Вдруг один из них спрашивает другого, ты когда-нибудь задумывался о жизни смывного бачка? Другой, немного удивленный вопросом, отвечает, нет, никогда не задумывался. Зачем? Первый друг улыбается и говорит, думаю, он весьма глубок и философский, ведь он каждый раз спрашивает нас, твоя жизнь пройдет мимо тебя бесследно или оставит след? Муж с женой смотрит на новый унитаз в магазине, муж говорит, посмотри, дорогая, этот унитаз самоочищающийся, жена с сомнением отвечает, да, а как же ты самоочищающийся, но никогда не моешь раковину после себя? Девушка Ванная превратилась в дискотеку. Муж спрашивает жену, дорогая, я что-то заметил, каждый раз, когда ты принимаешь ванну, уровень воды в городском водопроводе падает, как ты это делаешь? Жена улыбается и отвечает, дорогой, я просто покупаю акции водопроводной компании перед тем, как принимать ванну, так что это мой способ инвестиций и одновременно заботы о твоем комфорте. Мальчик спрашивает у своего отца, папа, а почему туалеты всегда такие узкие? Отец отвечает, ну, сынок, представь, что ты построил туалет слишком широкий, люди бы сидели так долго, что всю жизнь проводили бы на туалете, а нам нужно, чтобы они выходили и занимались делами, правда? Два сантехника стоят на лестнице и пытаются достать тросом до недоступного места, один говорит другому, думаешь, мы сможем дотянуться этим тросом? Второй отвечает, ну, если не сможем, то хотя бы установим рекорд по попыткам самого длинного тянущегося человека. Однажды двое друзей решили зайти в подземный туннель канализации, чтобы исследовать его, один друг спрашивает другого, представляешь, что было бы, если мы потерялись в этой канализации? Второй друг отвечает, не беспокойся, у нас есть всегдашний путеводитель, запахи, мы просто следуем за глубоко ароматным путешествием. Однажды на кемпинге двое друзей обсуждают новый биотуалет, первый друг говорит, знаешь, этот биотуалет, настоящая революция, теперь мы можем делать свои дела где угодно. Второй друг удивленно спрашивает, а как насчет запаха, первый друг с улыбкой отвечает, не беспокойся, это всего лишь проблема для нашего носа, но большая удовлетворенность для нашего зада. На улице стоял говновоз, а рядом наблюдало двое маленьких детей, один спрашивает другого, а что эта машина делает? Второй отвечает, она собирает все, что мы не хотим видеть, и увозит это подальше. Первый ребенок с интересом спрашивает, а можно попросить ее увести домашнее задание? Первый ребенок с интересом спрашивает, а можно попросить ее увести домашнее задание? Первый ребенок с интересом спрашивает, а можно попросить ее увести домашнее задание?